Всем бонжур! Меня зовут Полина, с вами читалочка, и вы удивитесь, но это совместное видео на моем канале. Да, в рамках самоизоляции все равно можно снимать совместные ролики с другими блогерами. И, конечно же, спасибо Али, которая позвала меня присоединиться к этому своеобразному марафону. Да, вы уже прочитали в названии, она заставила меня это читать. И кто она, вы сейчас прекрасно поняли. Аля. 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 Всем привет! Меня зовут Аля, и сегодня я буду мучить Полину, заставлять читать ее то, что она обычно не считает. Я, Полина, надеюсь, что ты заранее не была настроена скептически, и все-таки попробуешь распробовать то, что я тебе советую. Мы с Алей отправили друг другу по секретной посылке из лабиринта, и нашей задачей было выбрать друг дружки по следующей книге. Первая книга должна понравиться, вторая книга это как раз что-нибудь прям-прим-прим, вот прям очень плохое. И какие книги я выбрала для Али, вы, естественно, можете посмотреть на ее канале. Ну, а у меня, у меня тут лежит пакетик из лабиринта, который я не открывала. Я попросила мужа получить это все из рук курьера, и не говорить мне, что же там лежит внутри. Дабы сохранить интригу, естественно, иначе какой в этом во всем смысл? Когда он заглянул в пакет, я услышала из другой комнаты очень длинное протяжное «ИТИТЬ!», потому что мой муж так и не понял, какая из этих книг должна мне понравиться, а какая, наоборот, должна меня разочаровать. Сразу скажу, и вы наверняка и так сами прекрасно в курсе, у нас с Алей категорически разные вкусы. И не буду сейчас сдаваться в подробности, вы знаете, какие книги люблю я, знаете наверняка, какие книги читает Аля, а если не знаете, то обратите внимание на ее канал. Ну и мне сейчас как раз-таки необходима новая книга. И догадываюсь, что там находится не какой-нибудь гуманитарный нонфикшн, а, скорее всего, литература художественная, до 500 страниц. Это тоже было одним из наших условий, дабы я не сыграла злую шутку с Алей и не отправила ей бесконечную шутку. Давайте я, короче, перестану болтать и скорее загляну в этот пакет и буду рассказывать вам о своих впечатлениях от прочитанных книг. И посмотрим, насколько мое мнение совпадет с мнением Али, насколько она угадала, какая книга действительно мне может понравиться. Ну и, естественно, как только я достану эту книгу, вы увидите прямое включение с канала Али и услышите ее мини-рецензию на ту книгу, которую я выберу и буду читать. Конечно же, мы не ограничивали себя никаким образом по времени. Я не люблю себя ограничивать рамками, люблю читать, чтобы читать и никуда не торопиться. Однако же, я не буду знать, какая книга останется в пакете, и для меня это будет своеобразной мотивацией скорее прочитать первую выбранную книгу, чтобы узнать, наконец-таки, что же там останется из этой посылки. Ну а я прямо сейчас, не глядя, не глядя, достану уже, что же... Блин, так интересно, я так боюсь достать. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага, ага! Та-дам! Королевская кровь! Сорванный венец! Аля, скажи мне хоть что-нибудь, а то это... Это меня немножко пугает на самом деле. Королевскую кровь я выбрала тебе, потому что уверена, что просто так ты в ром-фант не ногой, но, по крайней мере, по доброй воле. Вот, и к тому же сейчас на Буктюбе Королевскую кровь все очень сильно любят, ее прям все восхваляют, поэтому чего греха таить, давайте немножечко побомбим. Ну, я уверена, ты найдешь, к чему прикопаться, но в то же время я надеюсь, что ты оценишь хотя бы политику и вот эти вот внутренние страсти-мордасти, которые творятся в книге. Я вижу тут прям, прям что-то терракотовой. Коты, это хорошо, я люблю котов, даже если это вот что-то... Что-то очень странное, но тут есть карты, я надеюсь, что это не прям... А, 7 лет назад Рудлогом правила Королева, но ее оклеветали, назвали ведьмой, а после убили. Так, я не люблю читать предварительно аннотации, поэтому хочу, чтобы эта книга была для меня открытием, если можно так сказать. Давайте-ка я, наверное, сейчас перестану удивляться, я, в конце концов, ну, достаточно себя уважаю, чтобы не ценить, не судить о книге по обложке, и прямо сейчас начну ее читать, тем более солнце скрывается, и я ухожу в темноты. Ушла! Я ушла! Хрусть! Я не уверена, что мне это понравится, ладно, давайте я буду честной, я уже не уверена, что мне это понравится. Если мне понравится книга первая, то это 11 книг. А-а-а! Важный нюанс, да, важный нюанс. Включение с камерой в рамках прочтения этой книги будут без микрофона, поэтому звук будет немножко отличаться, но я надеюсь, что это не такая уж большая проблема, ну, а если большая, то, как говорил Достоевский, смирись, пострадай. А я же пока пойду страдать вместе с книгой, которую прислала мне Аля, и надеюсь, что все-таки будет все не так плохо, как мне уже начинает казаться. И я надеюсь, что эта книга не та, которая должна была призвать мой пукан взорваться буквально как ядерная бомба в Хиросиме, извините меня за такое жестокое сравнение. Не знаю, я подобные книги вообще не читаю. Просто, просто не читаю, потому что... Просто не читаю! Я дерусь, потому что я дерусь, а я не читаю, потому что я не читаю. Вот. Все. В этой книге есть персонаж, которого зовут Полина. И я не знаю, Стёк ли это был со стороны Али или нет, но я надеюсь, что эта героиня меня не разочарует, потому что я на самом деле очень трепетно отношусь к своему имени. Вы могли заметить всякий раз, когда меня называют Поли, я обязательно поправляю и говорю, что нет, Полина. В конце концов, именно Полина. Он стоит в названии канала. Ну, посмотрим. Ко мне, кстати, приехал курьер. Мне пришла очень важная штука. И давайте я вам раскрою секрет. Эта штука нужна для наших прокрастиболок. Потому что, да, я не сижу, сложа руки во время карантина. И те самые футболки с надписью «Прокрастинация» и «Бессердечная ты, сука», скоро будут. Но это секрет. И я надеюсь, к тому моменту, как вы смотрите это видео, на самом деле, всё уже давно известно. Мне начинает казаться, что я готова рассказывать вам о чём угодно, чтобы не читать эту книгу. Поэтому всё, всё, прекращаю. Прекращаю заниматься ерундой и приступаю к чтению. А то я прочитала, видите, полтора абзаца. Молодец! Я вам зачитаю, ребят. Я завела машину, и она ответила уверенным мурчанием. «Ах, ты ж моя кошечка, не подведи, довези! Довезу, как смогу», — ответила моя старая, почти отслужившая своё кошечка, однако не на святом духе же. Чё? Чё? Формулировка просто швах. Редактор. А интересно, вообще у этой книги был редактор? Мне кажется, нет, потому что это какой-то самопал на самом деле. А нет, Ерофеева есть какой-то редактор. Аж два корректора есть, и выпускающий редактор есть. Я надеюсь, что они действительно выполняли свою работу, потому что пока я в этом не уверена. Продолжим. Всё, мне уже не нравится, потому что одну вот эту героиню, которую зовут Полина, тут периодически автор, сам автор, называет её Полинка. А это только восьмая страница, ну как бы по печати, и только вторая страница в рамках самого текста. Аля, ну, ну что ты со мной делаешь, а негодяй? Так, пока всё очень похоже на то, что действие происходит в наше время. Тут есть две девушки, Марина и Полина, у которых есть машина-кошка, и они берут какого-то дико некрасивого попутчика, потому что у них не осталось денег на бензин. Ну и как бы пока сложно судить, какой тут есть замут, и на самом деле мне не очень комфортно читать со включенной камерой, поэтому я сейчас отключусь, почитаю, и когда у меня будет больше информации, я к вам вернусь. Не теряйте. Ладно, наврала. Судя по всему, девиц тут трое, но из-за того, что написано очень криво, косо, ни черта не было понятно сразу. И сразу хочу отметить ещё и поганую верстку. Встречается какой-то портрет Люк Кембридж, и проблема в том, что никакой Люк Кембридж, вот, по крайней мере, до этой страницы ещё так и не появился. Соответственно, пихать иллюстрацию персонажа до того, как он появился, ну, мягко скажем, это так себе решение. А на самом деле я немножко в шоке, потому что с каждой страницы обнаруживается, что в этой машине кошечки ещё больше людей, чем планировалось изначально. Тут оказывается аж четыре человека. Марина, Полина, Алина, Каролина. Я не знаю, почему имена в рифму, я не знаю, чем руководствовался автор, когда подбирала такие имена, но это немножко странно. Особенно странно, что реально ты перелистываешь страницу, и оказывается, что в этой машине больше персонажей, чем изначально планировалось. Хотя до этого этих персонажей не было, они буквально как призраки появляются из ниоткуда. Это странно. Прям странно. Стемнело. Ещё быстренько и оперативно поделюсь с вами своим мнением. Тут есть персонажи, имена которых я вам уже озвучила. Этот попутчик, которого девушки подвозили, его зовут Люк, и у Люка есть охранник Борис. Возможно, это какой-то очень дикий и странный фанфик на «Звёздные войны», и я пока не соображаю вообще, что происходит. Если вы вдруг начинающий автор, пожалуйста, вычитывайте вашу книгу от и до. Например, вот из того, что я сейчас читаю, предложение. «Книжные полки, уставленные книгами». И это масло масляное, дорогие мои, так писать нельзя. Можно сказать, что это, например, деревянные полки, уставленные книгами, если вы хотите подчеркнуть материал. Или там полки из икеи, уставленные книгами. Или, в конце концов, просто полки, уставленные книгами. Но не книжные полки, уставленные книгами. Как бы, камон, и так понятно, что книжные полки, они для книг. Эй. Так, короче, я более-менее соображаю, что теперь тут происходит. Это некий выдуманный мир. Ну, примерно такой же, как Набоков придумывал для ады или радости страсти. Но если Набоков делал это красиво, делал это изысканно, со всем уровнем интеллекта, который был ему присущ, то в данном случае автор этой книги, Ирина Котова, делает это несколько тяп-ляп. Потому что этот мир максимально похож на наш, но он не столь продуман. Ну, по крайней мере, так мне кажется пока. Я прочитала 25 страниц, я пришла к выводу, что действительно мир выдуманный. Там есть какая-то Инляндия, есть город Йоаннесбург, не Йоханнесбург, нет, не путайте. Эти девушки относятся к роду богуславских, да, богуславских. И, судя по всему, у меня будет впереди еще ждать огромное количество просто понапридуманных каких-то вещей, не очень логичных, не очень между собой связанных. Богуславский это род, видимо, развалившийся, разорившийся, потому что девушки периодически вспоминают, как было хорошо, дорого-богато, а теперь этого всего нет. Они не могут уехать от поместья, к которому подвозили этого некрасивого люка, и он позвал их к себе. И вот они пьют чай, и он оставляет их у себя дома. Честно скажу, пока никакого интереса нет вообще. Вот ни малейшего, ни на Йоту эта книга мне неинтересна. И сама, 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 я сама никогда бы ее не стала читать. А я люблю читать те книги, которые интересны в первую очередь мне. Ну и, конечно, да, иногда я прогинаюсь под вас, когда вы просите обзоры на каких-нибудь там Диан Лилит, но, знаете, это еще хуже, потому что это, видимо, будет все-таки фэнтези, иначе зачем нам тут придуманный мир? Притом так слабо придуман, господи. Но посмотрим, что будет дальше, продолжу читать, пока все плохо. И, кстати, да, у девушек есть еще две сестры, Ангелина и Василина. И их семья просто должна была называть их такими вот похожими рифмованными именами. Зачем? Непонятно. В чем суть? Неясно. Героев уже слишком много, я бы сказала, да хера, я в них уже запуталась, но, к сожалению, к сожалению, они все достаточно безликие и никоим образом не запоминаются. Автор не вводит никаких деталей, которые хоть каким-нибудь бы образом дали понять, кто из персонажей что из себя представляет. К сожалению, пока все очень безлико и неинтересно. Увы. Продолжу читать, посмотрим, что будет дальше. Господи, это невозможно. Да, и трудно было бы даже искушенному разуму сопоставить светловолозых и сияющих юных девушек и девочек с этими потрепанными и усталыми девицами. Это невозможно читать, у меня реально сейчас кровь из мозга пойдет. Как же хорошо, что есть аудиокниги, потому что читать это своими собственными глазами у меня, если честно, мне кажется, не хватит терпения. Нашла книжку онлайн. И проблема в том, что это 20 часов, 21 час практически. А, а, оценка 4,6 у книги. Что? Что не так? Ну, в общем, ладно, ладно, попробуем. Попробуем. Аля сказала мне, что она прочитала эту книгу за день. За один день. Я сопляк по сравнению с ней. Я не знаю, как справиться с этим вообще за вечность. Рассказываю вам про очередной гениальный ход, которым пользуется автор этой книги. Знаете, как водят нам героев? Нам просто пересказывают их изображение. А их изображение есть на обложке. Также оно есть внутри. Да, нам просто описывают, что вот это вот Полина, это Вазелина, это Каролина, это Ангелина. Она в очках. По центру стоит какой-то там Михаил Романовский, кажется. Но не суть, дело важно. Сидит там их королевищно. И вся эта история, которую затем пересказывают Люку, потому что эта семья есть задание Люка. И с ними же он как раз сидел и пивал чаи в своей комнате. Короче, все это попахивает историей о царской семье. Потому что, потому, сейчас расскажу почему, чтобы ничего не перепутать, просто страницу вам покажу. Это их последняя официальная фотография. Старшей было 23, тра-та-та, королева погибла в результате переворота. Ничего не напоминает, да, принцессы скали буквально везде, но они как сквозь землю провалились. Но нужно поискать во Франции. Там, наверное, по мотивам истории принцессы Анастасии, книжной Анастасии, пардон. Из чего я делаю вывод, что они либо погибли, либо тоже прячутся где-нибудь за границей. Бла-бла-бла. Ну... Итак, в каждой главе тут еще появляется пачка новых персонажей, какие-то дополнительные волшебные артефакты. А нужно подчеркнуть, что у меня вообще с фэнтези не очень ладятся дела. Я об этом подробно рассказывала. Но в целом я всегда открыта к какому-нибудь хорошему фэнтези. О чем вы наверняка знаете, если заглянули все-таки на канал Али. Я ей посоветовала именно хорошие фэнтези, по моему сугубо личному мнению. В данном же случае, ну, я немножко путаюсь. Мне непонятны законы этого волшебного мира. Мне непонятно, каким образом автор вводит те или иные артефакты. Для какой, блин, собаки тут есть драконы. Да, в третьей главе уже появляются драконы, которые куда-то сбежали, и ящеры улетели на юг. Я немножечко пока, ну, путаюсь во всем этом. У меня начинает буквально побаливать голова от количества деталей, ненужных деталей. От количества, блин, ненужных деталей. Я не против большого количества деталей, но они всегда должны быть в тему. А в данном случае, ну, у меня пока действительно случается головная боль. Однако же я продолжаю слушать и на самом деле пытаюсь как-то более-менее привыкнуть к стилю автора. Иначе я буду страдать еще часов 10 как минимум. Пока же я занимаюсь этим прочтением. Обязательно напишите мне в комментариях, как вам вообще подобный формат. Я знаю, что на канале не так часто бывают влоговые ролики, но мне кажется, они очень здорово оживляют канал в целом. И тем более я знаю, как вы любите, когда я страдаю и читаю какие-нибудь плохие книги. Поэтому наверняка вы сейчас просто на седьмом небе от счастья. Дайте мне знать, если я ошибаюсь. Короче, я, получается, прочитала первую часть вот этого всего. 150 с чем-то страниц прочитала, прослушала. И знаете, это была, возможно, одна из худших книг, с которой я сталкивалась в 2020 году. И, скорее всего, она такой и останется, потому что вряд ли я изменю свое мнение. В конце концов, прочитана уже четверть книги. Эта книга самая сумбурная, самая невероятная какафония из фантазии автора, с которой мне приходилось сталкиваться. Я вам уже сказала, что да, я действительно не поклонник фэнтези. Однако, также буквально там неделю назад я познакомилась с книгой Тролли Пик, русского автора, кстати, тоже. Уна Харт, она же Анастасия Максимова. Меня Тролли Пик не отпускал аж до 4 утра. Настолько мне эта книга понравилась. Но о ней я расскажу вам в прочитанном. А сейчас вернемся непосредственно к нашему с Алей марафона такому дурному. Королевская кровь, увы, меня не впечатляет. И драконы, и вся эта королевская семья, и какие-то непонятные политические, очень слабые на самом деле и очевидные интриги, и магия, и какие-то университеты, и в общем целая куча всего и вся, плюс какие-то шпионы АК, то ли ГПУ, то ли КГБ, они суть дела важна, и все это просто сумбур и непонятная какафония. Мне не нравится. Это действительно написано плохо. Автор, писательница, очень косноязычная. Она использует такие выражения, от которых мне буквально хочется найти редакторов этой книги в социальных сетях и сказать типа, эй, камон, почему вы решили бросить эту книгу на произвол судьбы и никоим образом не обратили внимания непосредственно на редактуру, на корректуру всего того, что понаписала нам тут Ирина Котова. И это действительно тяжело. Персонажи, персонажи появляются буквально пачками в каждой новой главе. Автор пишет каждую новую главу от первого лица нового героя, и из-за этого возникает просто тяжесть при прочтении. Читать это становится неинтересно, поскольку тяжело. У меня практически уже разболелась голова от всего этого сумбура, который там происходит. И, конечно же, да, ладно, слушайте, ну классный замут. У нас есть вдохновение семьей Романовых, которые также были расстреляны. Тут в данном случае девочки эти шесть сестер. Шесть, вы представляете? Только шесть сестер. И судьбу каждой из них, судя по всему, Котова попробует нам рассказать в дальнейшем. Но, слава богу, не мне, потому что я от этой книги планирую отказаться. Не на данном этапе, конечно, эту я все равно дослушаю, потому что есть такое все-таки условие ознакомиться с книгой полностью. И, насколько я поняла, эта книга Али очень понравилась. Она ее даже назвала чуть ли не лучшей книгой 2020 года. И, юная леди, у меня есть к вам вопросы, потому что лучше эту книгу назвать можно, ну, разве что с огромнейшей натяжкой. Нет, конечно, я понимаю, что у всех людей вкусы разные. И я хочу вам напомнить об этом в очередной раз, что, естественно, когда я говорю подобные вещи, это не значит, что я ситх и возвожу все в абсолют. Нет, я прекрасно понимаю, что кому-то эта книга могла понравиться, и там до визгливых восторгов свою реакцию описывая можно было использовать, но эта книга вот абсолютно не для меня. Хотя, опять же, повторю, среди жанров фэнтези я могу найти те книги, которые мне симпатичны, которые меня не отпускают ночами, и мне хочется скорее-скорее узнать продолжение, как, опять же, в случае с троллем пиком Настя. И, знаете, к сожалению, Королевская кровь, ну, это просто вообще-то такая сумбурящая, это невозможно читать. Я читаю, и я буквально на самом деле страдаю, потому что если бы не вот эта наша с Алией затея, я бы давным-давно эту книгу бросила и просто не дочитывала ее, потому что я не люблю себя насиловать и заставлять читать те книги, которые мне абсолютно не нравятся. В данном случае же я понимаю, что никакого выхлопа еще и от этого не будет, да? Если я читаю какую-нибудь Стейс Крамер и потом собираю сотни тысяч просмотров, в данном случае, скорее всего, это не произойдет. Этого не произойдет, потому что Королевская кровь обладает абсолютно своей четкой целевой аудиторией. И я в эту целевую аудиторию не попадаю вот даже буквально мизинчиком левой ноги. Так получается, что да, называйте меня сногом, называйте меня занудой, но это отвратительно. Я не стала делать какие-то постоянные включения, подчеркивая, насколько косноязычно писательниц, но просто иначе этот ролик бы занял, наверное, 24 часа вашего времени, потому что тут таких ляпов, этих моментов, в которых автор как будто бы просто забывает русский язык. Их настолько много, что у меня волосы дымом вставали на голове, как такое вообще можно было допустить к печати. Хотя, ладно, это же у нас Ти Эйт Ругнум или Ругран, не суть дела, важно. В общем-то, это то издательство, в которое очень легко попасть, если обладаешь деньгами. Так что, в принципе, ну ничего нового, ничего особенного, но я несколько разочарована, и мне действительно хочется поскорее закончить эту книгу, чтобы посмотреть, что же там еще такого интересного припасла мне, Аля. Короче, по итогам более-менее понятно, о чем королевская кровь. У нас жила-была королева, ее обвинили в том, что она темная, иногда автор использует именно эпитет черная, и хочешь-не хочешь возникают вопросы расизма, но это, конечно, не относится ко всем этим блондинистым принцессам. Они прячутся за другими личинами, а все вокруг их ищут, чтобы в конце концов был тот самый наследник. Это сюжет, мягко скажем, который меня не впечатляет. Он мне не интересен, и следовало ожидать, конечно же, что подобная книга меня никоим образом не заинтересует. Как только я вытащила из этого пакетика, я сразу поняла, что будет плохо. И хочешь-не хочешь, опять же, предвзятость моего отношения сказалась, и пускай я бы и хотела сказать, что обложка никоим образом не повлияла на мое мнение, но мне сразу, сразу, мне сразу стало понятно, что все будет не очень. Сюжет банальный, наверное, банальный. Я не знаю, как в остальных десяти книгах Ирина Котова будет развивать это все, но, честно скажу, мне просто-напросто и неинтересно даже. Весь этот талмуд был написан за безумно краткий срок, поэтому неудивительно, что книга не вычитана и очень даже сырая. Итак, я вернулась. На самом деле прошло уже энное количество времени, прошло целых четыре дня, с королевской кровью покончено. И знаете, что я вам скажу? Нет, мое мнение нисколько не изменилось. Как вот я записывала вам в первый день свой такой заключительный отзыв, так он, в принципе, и имеет место быть до сих пор, никуда он не денется. Стоит отметить, что в этой книге появились еще и эротические сцены, написанные так косноязычно, что просто у меня вставали волосы дыбом. Здесь есть и лиловые сосочки, и нефритовые стержни, и упругие попки, и все в таком стиле. Хотя, ну, кому-то, наверное, это нравится, но, к сожалению, я не из числа таких людей. Должна подчеркнуть, что со второй части книга более-менее выправилась. Мне уже было легче воспринимать весь этот сумбур, наверное, я к нему привыкла. Ну и к тому же, со второй части начинается у нас уже более-менее линейное повествование, даром, что флешбечное, но все-таки это было проще воспринимать. Но, короче, Королевская кровь — это не мое. В очередной раз я просто радуюсь тому, насколько же литература — субъективная штука. Я почитала еще другие отзывы на эту книгу, и поняла, что вообще никаких серых моментов здесь не бывает. Читателям эта книга либо прям нравится настолько, что они готовы и дальше скупать за бешеные деньги остальные издания, либо не нравится настолько, что они бросают эту книгу. Я не бросила, хотя желание у меня возникало ни раз и ни два, но все-таки договоренность была таковой, что книгу стоит дочитать. Я ее дочитала, разочаровалась, меня побомбило очень сильно. Я не делала постоянно прямые включения из-за каких-то нюансов, потому что ролик и так, как мне кажется, получится уже ого-го каким огромным. И фу, это было, правда, очень не очень. И самое печальное, что действительно эти книги продаются за бешеные деньги. Это действительно так. Поэтому, если вдруг какой-нибудь блогер заинтересовал вас этой книгой, я вас очень прошу, не кидайтесь сразу ее покупать, попробуйте изучить электронный вариант, и если вот уже ваши отношения как бы начнут складываться, тогда поддерживайте автора своим рублем, своим кошельком. Но я, например, теперь абсолютно не знаю, куда девать эту книгу, не знаю, что с ней будет. В любом случае, королевская кровь меня разочаровала. И я надеюсь, что вторая часть этой секретной посылки от Али меня не разочарует. Сейчас я достану этот наш пакетик, разверну и посмотрю, что же там за вторая книга. Аля, Аля, что ты натворила? Расскажи мне, пожалуйста, что это и зачем. Второй книгой я точно хотела тебе выбрать в фэнтези, но не какой-то прям типичный Янка Далт, а то, что действительно может тебе понравиться. Поэтому выбрала опиумную войну. И надеюсь, что... Да, ты не посчитаешь это действительно забористым Янка Далтом, хотя это в фэнтези. Оно в какой-то степени основано даже на истории Китая, ну так, частично, да. И я надеюсь, что именно вот эта составляющая тебе должна понравиться. Но я уверена, что все две книги ты будешь бомбить, и это будет интересное и забавное видео, поэтому заранее тебе приятного чтения, надеюсь, приятного. И с удовольствием буду ждать твоего ролика и ждать твоих эмоций. Короче, опиумная война. Я уже пыталась читать эту книгу, но история в том заключается, что про опиумные войны вообще я более-менее знаю. Ну, по крайней мере, мне известны все конкретно исторические предпосылки этих войн между Англией и Китаем. Я не знаю, что это будет, но мне, когда я пробовала, я начинала читать эту книгу, мне не очень зашло. В данном случае, с учетом того, что у нас как бы вызов друг дружке, я ее все-таки прочитаю, посмотрим, что из этого будет. И вообще скажу вам по-чесноку, у меня с книгами, которые написаны с такими восточными азиатскими мотивами, отношения в принципе не складываются. Так вышло, что я абсолютно человек евре... европейского склада ума, и так получается, что мне действительно авторы, которые пишут о Востоке, ну, не очень интересно. Мне не очень интересна эта культура, по крайней мере, пока что. В любом случае, я это прочитаю, и обязательно снова буду вас подключать к своему процессу чтения, и мы с вами еще увидимся, так что не прощаюсь, просто начнем читать. Ну вот даром, что я уже пробовала, когда-то и начинала читать эту книгу, сейчас я снова с первой страницы, так как уже, естественно, ни черта не помню, и сразу же хочу сказать, что в этой книге уже хотя бы лучший язык, чем был у Ирины Котовой. Спасибо переводчику, что мне не придется мучиться в очередной раз, выскребая эти незнания русского языка со страниц выбранной алей книги. Так что вполне вероятно, и я сейчас надеюсь, что опиумная война со второго раза зайдет мне существенно лучше, и как бы понравится, чем черт не шутит. Ну что, лап мои, очень давно я не выходила на связь, читая опиумную войну, уже дошла практически до середины, даже больше половины прочитала, и знаете, что я вам скажу? Мне нравится, это действительно та история, которая вполне заслуживает вашего прочтения. Я уже в курсе, что опиумную войну нахваливали все, кому не лень, у нее действительно очень много премий, но сам сюжет вполне себе приятен. Есть маленькая девочка, Рин ей, кажется, 16 или 17 лет в начале этой книги, она сирота, живет со своими тетюшкой, дядюшкой, и они заставляют ее быть, по сути дела, закладчицей, то есть она является наркокурьером и продавщицей опиума. От опиумных войн реальных в этой книге практически ничего пока не встретилось, только какие-то воспоминания. Эта девочка Рин вообще, она хочет вырваться из всей этой канители провинциальной, связанной с наркотиками, и поступить в некую школу. Школа эта немножко напоминает такую академию, чем-то смахивает на Хогвартс, особенно с учетом того, что в итоге, пройдя все экзамены, пройдя все такие предвыборные какие-то конкурсы, она остается в этой академии, ее не отчисляют после первого курса, и она выбирает для себя наследие. Курс, который никто давным-давно не выбирал, что сами преподаватели даже не в курсе, какой цвет соответствует этому факультету. Но это все очень даже неплохо, читается динамично, очень быстро, и, в принципе, от этого даже не кружится голова. Единственное, что меня лично раздражает, что главная героиня — это абсолютно типичная Мэри Сью. У нее все всегда получается. Ты за нее даже не переживаешь, потому что у нее действительно все всегда хорошо, и все задуманное идет просто вот как по маслу. И, с одной стороны, ну, ничего сверхъестественного в этом нет. Часто таких персонажей вводят в литературу, но мне хотелось бы все-таки, чтобы у персонажа были хоть какие-то минимальные проблемы. И, да, я сейчас нахожусь за городом, но все равно читаю, видно по моему внешнему виду, что я не совсем сейчас готова к съемке ролика. Но, однако, да, книжку я читаю. Надеюсь ее дочитать буквально там, не знаю, к 20-му числу, через пару дней. И тогда уже этот ролик выйдет на канале, и я надеюсь, что он вам действительно очень понравится. Ну, так вот, продолжу немножко про опиумную войну. Ну, есть там еще в этой книге персонаж Алтын. Алтын. Сразу вспоминается соответствующая песня. И, в принципе, этот герой наверняка будет возлюбленной нашей девочке Рин, нашей Мэри Сью. Сто процентов они будут вместе и будут счастливы, потому что у них очень много общего. Они оба когда-то учились у этого сумасшедшего учителя. Извините меня за тавтологию. Но сразу вам скажу, что времени уже на самом деле очень много, и я просто сейчас, оторвавшись от чтения, наконец-то решила сделать все-таки небольшое вступление и рассказать про эту книжку чуть подробнее. Я ожидала, честно скажу, я ожидала, что мне не понравится, потому что я с книгами на восточную тематику вообще не очень дружу. У меня с ними, ну, не получается просто никак общаться. Но, однако, в принципе, все не так плохо, как я думала, и мне вполне себе даже приятно это читать. Это неплохое. Развлекал его для мозга в том числе. Ничего гиперсерьезного в этой литературе нет. Опять же, главная героиня, как я уже сказала, Мэри Сью. Но это именно такое, знаете, выходное чтение, когда не сильно хочется напрягаться, когда, в принципе, напрягаться-то не хочется. И вот все, что я могу сказать. Книжка неплохая, когда дочитаю, сделаю уже полноценные выводы. И думаю, включений дальше будет еще меньше. Просто вас ожидает заключение. И на этом как бы ролик будет заканчиваться, потому что он так получается уже очень длинным. Ну что ж, этот необычный марафон, который мы делали вместе с Салей лично для меня, подошел к концу. Я дочитала «Опиумную войну» Ребекки Куанг, американки, китайского происхождения. И знаете, что я вам скажу? Естественно, продолжение читать я не буду. А это первая часть трилогии. Эта книга не вызвала у меня никакого бомболейла, и, в принципе, все было нормально. Просто это не мой жанр. Хотя темное фэнтези, а самое важное, очень грамотно написанное фэнтези, в котором нет какого-то гиперналичия, гиперобострения, всякой там магии и тому подобного, мне очень даже понравилось. Понравились отсылки на исторические моменты, пускай их было не так уж прям много, чтобы этим восхищаться, но все-таки это было, правда, неплохо, но не настолько, чтобы я настолько прониклась этой историей маленькой девочки Рин, которая взрослеет, которая меняется, которая, самое главное, меняется еще и внутри себя. И знаете, что я вам скажу? Да, к сожалению, этот марафон никоим образом не заставил меня полюбить фэнтези, однако мне очень понравился именно формат, я думаю, что мы будем и дальше делать такие марафоны, возможно, вместе с Алей, возможно, она разрешит подобрать этот марафон для моих коллабораций с другими блогерами, но мне хотелось бы верить, что вы для себя с помощью просмотра этого видео поймете одну самую важную деталь, которую я так люблю пропагандировать, вернее, ту идею, которую я люблю пропагандировать, что вкусы у всех разные. И, например, я, как человек, который не любит фэнтези, все равно может прочитать книгу из этого жанра и не разочароваться настолько, чтобы прям вот фу, быть настолько предвзятой, ура, мне снова пишут, я снова не одинока, хе-хей. Так что опиумная война, да, оказалась не настолько плохой, как мне сначала показалось, хотя в книге есть провисы. В этой динамике иногда встречаются такие подводные камни, и иногда в них спотыкаешься, но все-таки это было неплохо, и самое главное, это принесло в мою жизнь определенный уровень удовольствия, и теперь я могу сказать, что я не просто не читаю фэнтези, потому что у меня предвзятое к нему отношение, а потому что мне действительно не нравится, даже если я это самое фэнтези читать и пытаюсь. И да, возможно, вы заметили, что я сижу в той самой прокрастиболке уже, потому что они пришли, но, к сожалению, это видео выходит уже тогда, когда все они были проданы, и я немножко в шоке. Наш лозунг с вами «Прокрастинация бессердечная, эта сука» настолько нас с вами покорил, что вы очень быстро раскупили первый тираж этих футболочек, и я надеюсь, что прокрастиболки будут иметь свое развитие и далее, и обязательно будет еще и второй тираж этих футболок, и каждый из вас может для себя этот мерч читалочки прикупить. Ну, а у меня на этом все. Действительно было классно, было интересно. Напишите в комментариях, какую книгу вы заставили меня прочитать, я, конечно, догадываюсь о ваших ответах, но все-таки будет интересно. Не буду просить вас подписываться на канал, лучше заглядывайте к Але, у нее получилось очень интересное видео, я пока еще не видела, но я в этом абсолютно уверена. Ну и смотрите еще и на моем канале те ролики, которые вы еще не смотрели, и будем с вами дальше читать вместе.